Привет, дорогие зрители. Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом многофункциональная африканская калоша. Всем привет, дорогие зрители. Сегодня мы отвечаем... Я АФК, типа, ну, короче, вне стрима немного посмотрел. ...на один из самых популярных вопросов из комментариев. Что произойдет, если машинист в кабине потеряет сознание? Неужели произойдет страшная катастрофа? Конечно же нет. А нахрена тогда осталась трагическая музыка? Все, вырубай. Блин, есть второй машинист. Понятно, есть там системы аварийного дерьма в жопе. Поезда московского метрополитена оборудованы самыми современными системами безопасности, которые работают и дублируют друг друга. Ну, а я как сказал. Сейчас мы на этом обкатном составе выезжаем на линию. Я расскажу вам подробно о каждой из них, покажем, как они работают в действии. Ну, и вы, соответственно, узнаете. И, конечно же, все паники, все страхи у вас выйдут. Начинаем. Мы переместились в кабину машиниста. Прежде чем мы выйдем в обкатку, я вам кратко расскажу. Если поезд с рельсой идет, мало не покажется. Пассажиры по тоннелю как говно размажутся. Скажу об одной системе, которая у нас недавно появилась. Ну, относительно недавно, конечно. Система Антисон. Значит, она состоит... Вот в кабине специальная инфокрасная видеокамера. Здесь ее не видно. Она внутри под черным стеклом. И два инфокрасных светодиода. И также вот к ней относится вот этот вот экранчик с звуковым сигналом. Если система... Если машинист потеряет сознание, то некому будет крутить педали и поезд остановится. Ну да. Срабатывает. Здесь появляется, соответственно, индикация. И звуковой сигнал довольно-таки громкий. Как работает? Обратите внимание, она расположена прямо перед лицом машиниста. Смотрит на машиниста. И в режиме реального... А если машинист уснул где-нибудь сбоку? ...времени постоянно контролирует его состояние. Если в процессе работы у машиниста этой камерой выявляются признаки сонливости, засыпания, отвлечения, камера молниеносно это распознает и подает звуковой сигнал. А также в этот же момент информация с видеоматериалом, не фото, а видеоматериалом улетает на специальный диспетчерский пункт, где уже человек, оператор специальный, определяет ложная сработка, есть ли какие-то серьезные признаки засыпания. КТТПС 2. Слежь 2. Спасибо большое. ...вернулся, следил за пассажирами. Если такие признаки есть, машиниста меняют на ближайшей станции. Вот такая вот первая система безопасности. Она сейчас стоит на всех поездах метрополитена и в кабине подает сигнал, ну и плюс в режиме реального времени люди видят видео, если вдруг система сработает. Далее. Ну, подождите, а далее мы, наверное, сейчас выйдем на линию и уже покажем. То есть, там будет вам более понятно. На обхазовом составе выезжаем, попробуем уснуть, что же произойдет, если вдруг машинист не будет предпринимать мер к торможению. Как я вам и говорил, поезд метрополитена оборудован множеством систем безопасности. Одну из них мы уже разобрали, но система антисон непосредственно никак не влияет на управление поездом, то есть она не может как-то вмешаться в управление. А вмешаться в управление могут три системы безопасности. Первую из них мы уже проходили, это система автоматической остановки поезда на станции. Вот сейчас она у нас сработает, посмотрите. Именно на станции поезд останавливается автоматически. Покажи вот руку мою. Вот автоматически включается торможение, поезд плавно останавливается. Пассажиры даже не замечают на самом деле, что этот тормозит не машинист, а компьютер. Плавно останавливаемся прямо у знака остановки первого вагона на станции. Круто. Ну, конечно же, у людей может возникнуть вопрос. Справедливый вопрос. Но это на станции. На станции. А что же будет, если возникнет необходимость остановки поезда в туннеле? Сейчас мы вам это расскажем. Переходим ко второй системе, которая, конечно же, контролирует машинисту и тоже может вносить свой вклад в управление поездом, если машинист не предпринимает каких-то мер к торможению. Система ЛСРС. Как она работает? Объясняю. Вот здесь у машиниста перед глазами есть скоростемер. Показывает текущую скорость и максимально допустимую. Спидометр они называют скоростемером. Православно. Откуда берется максимально допустимая скорость? На самом деле вы удивитесь, если кто-то из вас не знает, из ходовых рельс. По ходовым рельсам идет специальный кодированный сигнал. Поезд его принимает. Компьютер поезда его расшифровывает и понимает, с какой максимальной допустимой скоростью мы можем сейчас следовать по данному участку. А зависит это от того, насколько далеко от нас находится впереди идущий поезд. Вот сейчас у нас, смотрите, 80, сейчас уже 75. Чем ближе мы приблизимся, тем меньше будет максимально допустимая скорость на участке. И когда будет минимально критическое расстояние, поезд автоматически остановится. Кстати, дорогие друзья, кто-то смотрит нас на железной дороге, если напишите, как работает это у вас на железной дороге в комментариях. Будет интересно почитать. Сейчас мы вам примерно продемонстрируем, как это произойдет. Примерно. Мы сейчас принудительно дадим запрещающую частоту в компьютер. Давай попробуем. Вот, посмотрите. Поезд автоматически у нас останавливается до полной остановки. То есть, вторая система, которая может вмешаться в работу подвижного состава, АЛС-РС, работает у нас прекрасно, и поезд плавно, но довольно-таки эффективно останавливается. Пассажиры, которые были в этом поезде во всех предыдущих в этот момент. Продолжаем дальше. Следующая система, которая непосредственно влияет на безопасность движения, это уже светофоры автоблокировки, оборудованные автостопами. Вот именно из того, что они оборудованы автостопами, эта система непосредственно может вмешаться в управление поездом и остановить подвижной состав. Объясню еще кое-что. Современные линии метрополитена не оборудованы светофорами с автостопами. Как? Там очень современная система АЛС-РС, в отличие от нашей. У нас вот одна частота, а у них там две. То есть, она заменяет помощника машиниста. А у нас за место второй частоты вот эти светофоры, потому что по всему перегону они стоят. Итак, как работает? Вот вы видите сейчас перед собой. Покажи, пожалуйста. Зеленый светофор. Ну, все прекрасно понимают. Где он? Вон он. Если горит зеленый, можно следовать с установленной скоростью. Впереди идущий поезд находится далеко. Чем более краснее светофор, то есть, желтый, потом красный... более краснее. Это прям... Ну, короче, да. У человека технический склад ума, скорее всего. Так что, не будем осуждать за... Тем ближе мы находимся к переди... Такую ошибку. Красный светофор машинисту запрещает запрещать. Это грубейшее нарушение безопасности движения. Но в случае, если машинист проедет запрещающие показания светофора, станция выходной зеленой, на подвижном составе, то есть, на поезде, сработает автостоп. Срывной клапан, я извиняюсь, называется срывной клапан. Почему он сработает, спросите вы? Сейчас я вам все покажу и объясню. Так, дорогие... Ля, я обосрался. Сейчас он как это... Сейчас клапан сорвем. Шок у машиниста сорвало клапан посреди поездки. Друзья, мы переместились на станцию. Это станция Таганская. Обратите внимание, выходной светофора красный и покажи, пожалуйста, автостоп. Автостоп сейчас в заграждающем положении, то есть, поднят. Только что уехал поезд, он еще недалеко удалился от этого светофора, поэтому светофор с запрещающим показанием. Сейчас наш оператор будет следить за автостопом и как только поезд удалится на значительное расстояние, на безопасное, светофор откроется на зеленое показание, зеленый сигнал и автостоп опустится. То есть, примет разрешающее положение, так сказать. Видно там, да, автостопы? Чтобы люди видели. Покажи, пожалуйста. Вот, посмотрите, видите, он прямо на ваших глазах опускается. Что же происходит, если автостоп поднят? На подвижном составе, на головном вагоне, на каждом головном вагоне, есть, как я говорил, срывной клапан, и если автостоп поднят, срывной клапан задевает, автостоп, срабатывает экс-ное торможение, поезд останавливается. Вот так все просто. Клапан срывал, блин. В завершении этого выпуска для вас небольшой сюрприз. Я читал в комментариях то, что на самом деле забыл рассказать вот про эти часы для пассажиров. Посмотрите, здесь показывается время до прибытия поезда, ну, в данном случае, вот на второй путь станции Волгоградский аспект. Как они работают? На самом деле, здесь тоже все завязано со светофорами и рельсовыми цепями. Программа компьютерная рассчитана таким образом, то, что засекает время следования поезда от одного светофора, ну, грубо говоря, от рельсовой цепи, до другого. И в зависимости удаления этого светофора от станции, она примерно рассчитывает среднюю скорость поезда и примерное время, через сколько он сюда приедет. И если поезд едет с равномерной скоростью, так как положено, на основании этих данных эти часы выдают точную информацию въезда поезда на станцию. Посмотрите, 9 секунд. Да. А поскольку машинисты все четко как бы ездят? Все четко. Спасибо за просмотр этого выпуска. То это всегда практически точно. Слава хорошего. Пока. Ну, относительно недавно поставили, да. Но я не помню уже, честно, когда. Спасибо большое за донат. Мне было интересно. Типа я этот канал посматривал даже вне стрима. Спасибо большое. Спасибо.